Схема стандартная. Александру Чеплыгину по телефону мошенники представили с сотрудниками банка и предложили помощь в сохранении денежных средств. По словам злоумышленников, их всеми силами пытались похитить. Якобы с моей доверенностью, на моё фамилия, имя, отчество, в Москве в банк пришёл человек взять кредит. Огромную сумму. Говорили настолько убедительно, что мужчина уже и поверил, но мошенники всё равно продолжали его дожимать. И даже попросили помочь поймать преступника. По их словам, тот уже сбежал из банка. И хотя схема была отработана до мелочей, а уверенный голос мошенника не оставлял шансов, обмануть Александра не вышло. В разговор вмешался сотрудник полиции, который по счастливой случайности оказался рядом. Подошла и попросила мужчину поставить телефон на громкую связь. На том конце провода очень убедительно молодой человек просил данного гражданина сходить в банк и произвести определённые действия. Благодаря бдительности инспектора мошенничество предотвратили. Мужчина не успел назвать секретные данные своей карты. После он признался, что много раз слышал предупреждения о мошенниках, но на время этого разговора заволновался и потерял бдительность. И только после того, как в их общение вмешалась сотрудник полиции, понял, что ему позвонил мошенник. Ежедневно в полицию с заявлениями обращаются до 10 потерпевших от действий мошенников. Все случаи хищения денежных средств были совершены из-за доверчивости людей. Ксения Дегтярёва, Александр Юров. Присодействие Пресс-службы МВД России по Курской области. События дня.